Сегодня почти все сферы жизни человека переходят в онлайн. Это работа, различные курсы, общения и многое другое. Исключением не стало и образование, университетское и школьное. Как сейчас развивается онлайн-обучение в России? Заменят ли дистант интернет-технологии, привычные нам занятия в аудиториях? И что Санкт-Петербургский государственный университет делает для развития этого направления? Разберемся в новом выпуске цикла «На злобу дня». По словам экспертов, уже в 2025 году объем рынка онлайн-обучения по всему миру может достигнуть 325 миллиардов долларов. А последние исследования показывают, что к 2028 году эта цифра достигнет уже триллиона в американской валюте. Сфера онлайн-образования получила мировую огласку в 2020 году. Именно тогда многие семьи столкнулись с необходимостью обучаться дистанционно. Самоизоляция во время пандемии коронавируса открыла новые возможности для онлайн-проектов и стартапов. Однако обычной школы к такому не были готовы. Я помню, что один из первых уроков в дистанции моего сына закончился тем, что один из одноклассников нажал «удалить учителя из чата» и показывал ром-тур вместо урока. И, конечно, опять же, в первые дни дети испытывали на прочность все возможности, они использовали для того, чтобы прекратить урок. Согласно исследованиям, 84% учителей, 73% детей и 68% родителей испытывали стресс от онлайн-обучения во время карантина. Уровень стресса у школьников вырос на одну треть в 2020 по сравнению с 2019 годом. И во время пандемии у них появились еще такие негативные психические последствия, как головная боль и нарушение сна. Конечно, первые две недели родители дали очень-очень разную обратную связь. И очень много было и истерик, и конфликтов просто потому, что никто не понимал, как быть в дистанции, как вообще с этим жить и как взаимодействовать. Но опыт онлайн-образования у меня небольшой, как и все. Я с ним столкнулась в последнем месяце 11 класса. И мне не особо нравилось, потому что я росла и училась тогда в деревенской школе. У нас не было никаких специальных технологий, у нас был просто чатик в WhatsApp. И просто в 9.00 появлялось голосовое сообщение директора школы, «Здравствуйте, дети! Сегодня у нас урок». Это было комично сначала, а потом мы привыкли и мне, наверное, даже потом уже понравилось. Путем проб и ошибок многие проблемы были решены. У онлайн-школ сегодня есть специальные платформы. Там работают обученные педагоги, которые умеют контролировать учебный процесс в таком формате. Интересна статистика. В 2020 году только 22% учителей пользовались компьютерами для проведения занятий. А в 2022-м уже 60% учителей внедряли онлайн-инструменты в образовательный процесс. У нас достаточно опытные преподаватели, воспитатели, которые за ребятами постоянно следят. Может быть, это такое слово не совсем правильно – следят, да? Но, тем не менее, мы стараемся контролировать учебный процесс, смотрим за ребятами на уроках. Сегодня онлайн-школы могут заменять обычные – выдавать аттестаты государственного образца. Но таких заведений мало, их можно пересчитать по пальцам. В сентябре 2023 года эти ряды пополнила онлайн-школа СПБГУ. Сегодня в ней учатся русскоговорящие дети со всего мира. Это первое заведение такого типа в России. На самом деле это здорово. И не только в плане того, что ребята из других стран имеют возможность учиться у прекрасных преподавателей нашего университета. Я сама, заходя иногда на занятия, начинаю слушать, я заслушиваюсь, я не могу выйти, потому что это интересно, это здорово, это увлеченно. То есть эмоции переполняет и здесь. Соответственно, первое, что бы я хотел начать, это все-таки поговорить... Мы говорили с коллегами своими, с классными руководителями, когда вот мы в одном месте, да, образно, собрали детей со всего мира. Обучение в онлайн-школе при СПБГУ можно пройти совершенно бесплатно. Это стало одним из самых привлекательных факторов. И университет сразу получил почти 300 заявок от школьников разных возрастов из 44 стран. Но в этом году в онлайн-школу приняли только 120 учеников с 5 по 10 класс. Первый год будет своего рода экспериментальным. Дальше набор планируют увеличить. Существенное отличие нашего варианта онлайн-школы состоит в том, что это не онлайн-образование в прямом смысле. Это не вариант, когда ученик один на один с учителем или один на один с компьютером или просто в маленькой группе изучает тот или иной предмет. Это вариант включенности, активной включенности в жизнь академической гимназии. В онлайн-школе Санкт-Петербургского университета сформированы полноценные классы, чтобы у детей была возможность приблизиться к реальной школьной жизни с классным руководителем и одноклассниками. Классный руководитель – это та часть работы, когда мы должны объединить детей. Они друг друга не знают. Мы проводим классные часы. Мы много общаемся с ними в чатах. И как меняется эта ситуация, это видно вот от недели к неделе. То есть сегодня, например, поздравляем парня в классе с днем рождения, и видно, что каждый ученик из класса ставит реакцию, каждый пишет поздравления. Однако хватит ли такого общения для мотивации к учебе? По данным исследования, в 2021 году 59% учеников по разным причинам отказались все-таки от обучения в онлайн. И лишь 28% онлайн-школ заявляли, что до конца их курса или программы доходят почти 100%. Мне удалось переговорить со студентами выпускного курса бакалавриата нашего университета и спросить их об опыте дистанционного обучения в годы пандемии. У меня была депрессия, если честно, потому что у меня были ожидания какие-то от университета, а как они могут оправдаться, если я не вижу ни университета, ни преподавателей вживую, не разговариваю со своими одногруппниками. Ну и в целом, наверное, мы достаточно много потеряли за два года обучения на дистанте, то есть я сейчас свой поток весь узнала только сейчас, а могла бы еще на первом курсе. В очном обучении мне больше всего нравится, да, я думаю, общение с однокурсниками, потому что это какой-то социум, ты живешь не только в своем маленьком мирке в квартире, но и общаешься. Сегодня известно, что подростки, посещающие реальные школы, в среднем проводят в интернете около шести часов в сутки. Добавляем обучение онлайн и получаем детей, которые практически перестают общаться в реальной жизни. Организаторы онлайн-школы СПВГУ придумали, как помочь виртуальным одноклассникам встретиться друг с другом в реальной жизни. В наших планах проводить для каждого класса еще и дополнительные сессии, когда у тех, кто сможет или проявит желание, будет возможность собраться. Скорее всего, это будет каникулярное время, и они встретятся друг с другом физически здесь, в Санкт-Петербурге. Но даже без встреч вживую нынешнее поколение уже проще относится к онлайн-формату. Согласно последним исследованиям, россияне с опытом онлайн-обучения в среднем оценивают свое общее впечатление почти на 8 баллов из 10 возможных. Причем 25% опрошенных выбрали максимально положительную оценку – 10 баллов. Сейчас у меня учатся младшая сестра в школе, и я знаю, что они не так боятся зума, как боялись мы, и для них это вот какая-то уже нормальная практика. Я вот хожу сейчас на уроки, я, естественно, сижу в физическом пространстве, подсматриваю, что происходит на экране, и вижу, что больших-то проблем нет. Учиться всегда сложно. И, конечно, когда у тебя нет возможности пошалить кого-то там, попихать, или просто поддержать улыбкой, это сложно. Но раз нет такой возможности, будем учиться онлайн. Какие бы усилия ни прикладывала школа и педагогический состав, именно родители играют важную роль в процессе дистанционного обучения. Да, здесь их влияние еще более существенно, чем в обычных школах, потому что родители могут присутствовать на уроках, могут слышать, что говорит преподаватель, как отвечает его ребенок. Если у тебя нет возможности идти в физическую школу, то, конечно, родители говорят, для нас большая радость, что ты можешь учиться так. Ты должен соблюдать расписание. Родителям точно так же надо следить за дневником, потому что он у них есть, расспрашивать ученика, как ты учился, что сегодня было, поддерживать его мотивацию. В онлайн-обучении желание учиться не просто важно, оно необходимо. В конечном итоге ты оказываешься один на один с компьютером. Действительно ли дети смогут завершить онлайн-обучение качественно? На дистанционном у тебя есть какой-то соблазн где-то что-то подсмотреть, где-то что-то списать, подготовить огромные шпаргалки, которые ты можешь сразу включить. Но в общем обучении так, конечно, не получится, поэтому некоторые преподаватели, которые у нас были в течение дистанционного обучения, они прошли мимо меня. Одна из проблем это то, что концентрация теряется, то есть когда ты сидишь на парнем институте, это одно, то есть тебе ни на что не отвлечься, ты не можешь там сходить попить чай с печенькой. Я бы отдала в онлайн, когда необходимо подготовиться к экзаменам. То есть это удобно в плане того, что не нужно, то есть там расписание более подобрано к режиму дня подростка, которым нужно подольше поспать, да, соответственно, это не занимает времени на дорогу, и здесь можно подэкономить. То есть онлайн-образование как курсовое, да, как учеба, постоянная замена школьного образования, мне кажется, это сложнее. Однако сложно не значит невозможно. Уже в январе 2023 года 85% опрошенных россиян ответили, что считают онлайн-обучение удобным лично для себя. Онлайн-школа – это новые возможности, которые не пытаются отменить живое общение ученика и преподавателя. С этой целью и создавался проект в Санкт-Петербургском университете. Не потому что мы хотим заменить реальную школу, а потому что мы понимали, ну, например, что часто болеющие дети без онлайн-образования просто не получают возможности получать образование, что наши дети и их родители путешествуют по миру. То есть нам все равно нужно было придумывать варианты, как донести образование до той точки, где физически такой возможности не было. Поэтому мы, конечно, из-за такта начали осваивать этот цифровой мир. Онлайн-образование – это уже неминуемое настоящее и будущее. Буквально каждый день мир узнает о появлении новых площадок и программ, удобных для обучения через интернет. Так в Японии вместо детей в школу будут ходить роботы. Они должны стать глазами-ушами ребенка, который в это время будет наблюдать за учебным процессом и по возможности участвовать в нем. Будет ли удачным такой опыт – покажет время. В нашей стране развивают форматы, которые сегодня уже можно назвать более традиционными. Я недавно зафиксировала в телеграм-канале уникальный сервис на стыке с контактом сделанный, где ты буквально в одном чате обнаруживаешь целый курс. И вот у меня на ладони лежит моя школа. Я там учусь. Называется он «Школьная лига». Он там объединяет около тысячи школ. Вот у них есть своя там сетевая программа, на которой работают наши студенты. Кстати, наша педагогическая клиника готовит туда курсы и так далее. Называется он как раз «Школа на ладони». Как видите, онлайн-образование в России нашло свою нишу. Это не соперничество между онлайн и офлайн школой. Это новое направление, которое решает актуальные проблемы общества. Причем не только в рамках одного государства. Как оказалось, онлайн-формат обучения очень востребован среди наших соотечественников, проживающих за границей, потому что они хотят учить своих детей на родном языке. Важный шаг в этом направлении сделал наш университет. И мы надеемся, что другие российские вузы последуют его примеру. С вами была Кристина Зикий. И вы смотрели вторую программу цикла «На злобу дня». Увидимся в СПБГУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова